Мы в LNR как раз и следим за самыми последними технологиями, пытаемся максимально быстро их предложить нашим фанатам, нашим пользователям. Вот из последнего, что мы анонсируем как раз в новой линейке ноутбуков и настольных систем, это такие вещи как, ну смотрите, не всегда гейминг меняется, в какой-то степени он становится более мобильным. Поэтому мы предложили несколько продуктов, которые более компактны, занимают меньше места дома, которые можно взять с собой куда-то, но при этом приходится жертвовать производительностью самой системы. Но в рамках, значит, мне хочется предложить пользователю иметь возможность масштабировать эту систему, чтобы тогда, когда ему нужно, в комфортных домашних условиях, иметь максимальную производительность своей системы для полного погружения в игру. Поэтому мы представили такие вещи, как, например, внешний графический усилитель, отдельная коробочка, которая подключается по технологии PCI и позволяет очень быстро передавать графические данные без потери скорости. И благодаря этому вы фактически можете модернизировать систему или увеличить ее производительность, просто вставив этот графический усилитель в любую карту без топного уровня максимально производительной, которая вам нужна. И таким образом в разы увеличить производительность системы, даже если изначально она была, может быть, не очень топовой конфигурации, не очень дорогая. Это одна вещь. Потом несколько таких новейших технологий, которые, опять же, увеличивают производительность системы. Это, например, PCIe SSD, SSD диски нового поколения, которые, опять же, в два раза быстрее, чем SATA SSD. И, насколько я понимаю, Alienware среди игровых брендов, опять же, первым выводит на рынок такие решения. Ну и такие вещи, как, например, поддержка трех графических карт. Это в системе, в нашем системном блоге Area 51. Три графические карты уровня NVIDIA TITAN могут быть, соответственно, могут поддерживаться в этой системе и создать просто невероятный, невероятный уровень производительности для вашего игрового места. Среди трендов я бы выделил, например, такие вещи. Ну, конечно, технологии развиваются и, например, такая тема, как дополненная реальность, виртуальная реальность, да. В общем-то, прочно входит уже в игровую индустрию. И, ну, когда-то в свое время 3D технология ворвалась тоже, но она стала, мне кажется, просто каким-то вот, скажем так, входной дверью, да, для создания чего-то большего. Вот это я бы, что является дополненная реальность, виртуальная реальность в игровом процессе, в играх. Это с точки зрения игровых технологий. Но мне кажется, что и то, как пользователи играют, тоже несколько меняется. Вот раньше, например, было разделение, ну, ты приставочник, либо там, PC-геймер, да, там. Сейчас мы видим, что один тот же человек играет и в приставку, и в настольный компьютер, и даже в планшет. И вот это грани, грани стираются, и на самом деле важно предложить какой-то формат, который одинаково был бы удобен для, может быть, для любителей традиционных ПК-игр, но, может быть, в формате приставки. И вот в этом управлении мы тоже работаем. И я сегодня говорил о нашей модели под названием Alienware Alpha, которая как раз и является мини-десктопом, который можно легко подключить к телевизору и расположившись удобно на диване, в общем-то, играть в ПК-шные игры в режиме консоли. И уже совсем скоро, в начале следующего года, мы представим на основе этой разработки Alienware Steam машину, которую обязательно будем продавать в России. И сейчас мы ждем сертификации этой модели и, соответственно, контроллера от компании Valve. Это будет законченное решение для, в общем-то, любителей Steam-игр, да, Steam-ресурса. Вот это будет большая, опять же, большая премьера, большая новинка совсем скоро. Поэтому вот пару тенденций я бы вот таких выберем. Субтитры сделал DimaTorzok